Девушки отдыхают В многочисленных выступлениях по радио и телевидению объясняли совершенно простую истину нашим избирателям и неизбирателям тоже. Следуя, кстати говоря, призыву господина Путина, который на заседании Государственной Думы 20 апреля прошлого года, когда Путин отчитывался о деятельности правительства, сказал, ну вот, оппозиции с цифрами мне нечего возрастить, я ни разу ничего не слышал с цифрами. Так вот, только с цифрами и ни с чем иным. Пользуясь цифрами официальной государственной статистики и ничем иным, и то, что я вам скажу достоверно настолько, насколько достоверны эти цифры официальной государственной статистики, кстати говоря, мы, ученые, не верим никаким цифрам до тех пор, пока мы их сами не перепроверим, пока мы не построим графики, пока мы не сгладим там какие-то погрешности, которые возникают из-за недостоверной информации и еще, то есть проведем то, что мы всегда сделаем в науке, чтобы наши там космические летательные аппараты, ракеты летали не так, как Фобос, а по-другому. Так вот, эти цифры упорно нам говорят, я некоторые приведу. Сегодня, к моменту развития второй фазы мирового экономического кризиса, наши власти превратили нашу страну, Россию, в экономического банкрота. То есть банкрота в промышленной сфере, банкрота в сельскохозяйственной сфере, а это главные вещи, и не менее главные, а может быть и основные, и в области финансового и морального банкротства. Вот мы сегодня в четырех ипостасях представляем собой такого тотального банкрота. Ну и хочу сказать, что нынешнее банкротство, я поясню, что имею в виду, определяется не столько тем, что в период с 1991 года по 1999 год Борис Николаевич Ельцин материально ограбил 130 миллионов человек населения, осуществив ту, как мы сегодня так говорим, грабительскую приватизацию, нисколько не смущаясь этим словом, которая была проведена. Она была проведена под двумя лозунгами. Во-первых, чтобы покончить навсегда с коммунизмом и возьму какой-либо возможности его возвращения. То есть они изменили отношение собственности. А главное во всем, что происходит сейчас на телевидении, на радио, в заметках Путина, это один вопрос. Отношение собственности. И больше ничего другого. И все как зайцы бегут, значит, разбегаются во все стороны, как тараканы, когда мы приходим к обсуждению главного вопроса, к вопросу о национализации стратегических отраслей промышленности. Их национализации всего, что было в советский период, а национализации стратегических отраслей промышленности. Так вот, Борис Ельцин, когда проводил первый этап этой приватизации, мотивировал тем, что нам не на что содержать страну. Что нефть слишком дешево. Она стоит 10 долларов за баррель. Баррель это бочка, 159 литров. Баррель это бочка. Что вот эта бочка нефти стоила в 1991 году 10-10,5 долларов за баррель. Ну а к 96-му, 99-му году, ну по официальным данным, 17,7 долларов за баррель, если вы в справочнике заглянете. А я, так сказать, поскольку этому не верю, это мало ли там где-то на лондонской бирже. А я провел анализ, по которому сколько мы продали за рубеж нефти и сколько выручили. Ну и поделив когда одно на другое, вот эта цифра 15 долларов за баррель в 2000 году, она совершенно ясна. Сегодня она в 7 раз больше, 105 долларов за баррель. То есть за 10 лет стоимость барреля бочки нефти выросла в 7 раз. Вопрос о том, насколько вырос уровень жизни наших граждан. Насколько мы сумели поднять экономику, сектор реальной экономики, который при Ексении провалился на 40-60 процентов. Света Слава Михайлович об этом сказал. А что такое 40-60 процентов в два раза? Я просто хочу сказать, если вы обвалили что-то на 50 процентов, то для того, чтобы на будущий год на 1 процент вот это вот увеличить, во-первых, надо вложить огромные средства, а во-вторых, затратить не меньше года. Это опыт мировой статистики. Поэтому, если вы обвалили экономику, скажем, машиностроение, там или сельхозмашиностроение, или там текстильную промышленность обвалили на 60 процентов, то вам для того, чтобы с темпами 2 процента в год, вам 30 лет только надо, чтобы вернуться. А прошло уже с момента, с 91-го, еще года 20 лет. То есть, чтобы вам вернуться обратно в 91-й год, вам нужно полстолетия, чтобы вернуться, не говоря о том, что развития никакого нет, и куда уйдет мир за это время. Ну, а вообще, по-настоящему банкротство России произошло отнюдь не в период, когда господство в стране Ельцин и его либеральная, так называемая, либеральная рыночная экономика, а на самом деле грабительская приватизация в интересах небольшой группы лиц, конкретно называют 102 миллиардера в России, у которых на зарубежных счетах лежит денег порядка 520 миллиардов долларов. Вот 100 человек, 520 миллиардов долларов. Весь наш золотовалютный резерв сегодня, 505, 50, 507, он немножко меняется так день от дня. Вот ответ на то, что произошло у нас. А самое главное, что когда Путин пришел к власти, он же что сказал? Он сказал, что вы меня, я вне политики, вы меня расцениваете как менеджера. Вот я менеджер, который руковожу там предприятием. Главное это прибыль. Ну и какая прибыль? Если я специально провел в дополнение к тому, что многие из вас читали, я провел очень скрупулезный анализ по многим справочникам, а в основном это цифры российского статистического ежегодника и ИЖа. Здесь выше 50 отраслей промышленности, которые только при Путине в разы, в разы уменьшили то, что было в 2000 году. Ну для примера приведу. Станкостроительная область, станки, падение в 4,7 раза. Сельскохозяйственное, нарушение, тракторы, падение в 2,6 раза. В 2000 году было 19 700 тракторов, в 2009 году 7 600, в 2,6 раза. Обратите внимание, с 2000-м... Я говорю, с 2000-м я говорю, вот свыше 50 важнейших отраслей, они говорят, вот Путин пришел, вы посмотрите, что изменилось. Да изменилось все в худшую сторону, за исключением сырьевой отрасли, где прибавилось, потому что мы все продали на Запад, и новые трубы построили, и по этим трубам мы гоним. Мы и то не вернулись в Советскую Россию. РСФСР образца Советского Союза. Производство легковых автомобилей в 1,6 раза. Производство мотоциклов, мотороллер 7,3 раза. Радиоприемники в 3,6 раза. Фотоаппараты вообще исчезли. 1,1% осталось от того, что было в Советском Союзе. 62 раза, это при Путине только падение производства. В строительстве, домоконные блоки, химволокно. В разы, в разы, в разы. Вот 50 показателей, кто хочет себе взять эти цифры и ответить в своих газетах. Поэтому, когда говорят, что при Путине, вы посмотрите, как резко возросло промышленность и производство. Врут. Все врут. И в том числе недостоверную информацию, говорит он, когда распространяет данные, которые он воспроизводит, видимо, не проверив их. А ведь он руководитель, по сути дела, государства, когда президент действительно руководитель, премьер-министр, мы знаем, что он на самом деле руководил, а не Медведев, по факту это Кудрин руководил, они оба вместе. Но тем не менее. Ведь ты, когда хоть маленький, какой руководитель, ты ставишь под чем-то подпись, приказом или тем, кто не отвечает за него, не те, кто тебе готовил этот приказ, документ. Ты поставил свою подпись, и ты отвечаешь за это. Когда ты произносишь в эфире, в своих тезисах приводишь цифры, именно ты несешь ответственность за эти цифры. Они полностью не соответствуют действительности. Поэтому сказать об этом периоде, как о периоде упущенных возможностей, это значит ничего не сказать. На самом деле, действительно, вы посмотрите, он говорит о том, что за эти годы, с 2000 по 2011 год, в два раза сократилась бедность у нас в стране. Это важный социальный фактор, и все каждый думает о себе, там не что там в промышленности, космос, аппараты, а каждый к себе примеряет. Можно говорить о каждом конкретном гражданине, а можно говорить в среднем, о людях, ну в среднем. Так вот, Институт социологии Российской Академии Наук в 2011 году опубликовал книгу, она есть в продаже. Я воспользовался, встретился с учеными России социологии, коллегами Иран. И вот следующие цифры, как живут на самом деле люди. О нем слово делится у нас на несколько групп. Первые три группы составляют 92% населения. 92. Значит, их доходы лежат в промежутке от 5300 рублей до 14360 рублей. Вот в этом промежутке. Если подсчитать среднюю, оказывается, что вот для этой группы населения в 92%, их средняя заработная плата, 92% населения, это почти 110 миллионов человек населения, может быть даже 130 миллионов человек населения. Их средний доход 9700 рубликов. 9700. А что они означают эти 9700? Это не цифры в два раза больше, которые у него. Потому что остальные 8% населения, 7 вернее, а 92% — 7, плюс 0,7. 0,7 — это олегарские, очень богатые люди. Они имеют доходы столько же, сколько имеет вот эта вот группа 92%. Отсюда вот это осреднение температуры по больнице. И получается, что якобы средний доход у нас там аж 18 тысяч рублей. Ничего подобного. Давайте говорить о реальных, конкретных людях, которые вот нас окружают, которыми вышли, и 9 человек из 10, они имеют эти самые 9700 рублей. Давайте посмотрим этот доход. А расход какой? Возьмем только не шикуя, а только, что называется, обязательные расходы, которые мы должны сделать. Мы должны жить физически, биологически. Значит, мы должны кушать вот этот злополучный минимальный набор продуктов питания, минимальную продуктовую корзину, мы должны поглощать каждый день. Вот ее стоимость, официальная, государственная, по статистике, данных нет, официальной статистики, они не публиковали за 10-й, за 11-й год. Они только-только, видимо, после выборов выйдут. Но я-то, как ученый-то, считал, что там кривую построить, там обработать, по прошлым данным, по промежуточным отчетам, 3060 рублей сегодня, это официальная стоимость минимальной продуктовой корзины. Я могу ошибиться на 2-3% в ту или иную сторону, это не важно. Значит, 3000 рубликов, минимальный набор продуктов питания. Кстати говоря, что в него входит, вот если вы журналисты, мы часто как бы не обращаем на это вину, минимальный набор. А что входит? Туда входит продуктовая корзина, ну и там, что мы должны там еще купить одежду, там, поездки в транспорт и прочее. Так вот, не дрогнувши рукой, дважды в год, господин Путин подписывает величину минимального прожиточного минимума в нашей стране. В него входит минимальный набор продуктов питания. Они перечисляются, сколько граммов, килограммов, чего ты должен входит в этот МНП. Я не поленился, посчитал, взял там, скажем, количество хлеба, умножил на сколько калорий, килограмм хлеба, 1437, да? Получил сколько калорий. Ну и так далее. Вот когда посчитаешь, что получается, что для пенсионеров, он планирует 2088 больших калорий в день, для пенсионеров, вот входит минимальный набор продуктов питания. Вот в эту корзину, которая сегодня 3600 рублей. А для трудового активного населения это 2500 больших калорий. Спросите, Сашу, много это или мало? Хочу сказать, что официальная медицина говорит, что минимальный уровень энергетики питания человека 2700 больших калорий в день. В сталинских лагерях фашисты в 1946-1947 году получали 2750 больших калорий. Наше трудовое население, трудовое активное, в этом минимальном наборе получает 2500. 2500 по медицинским показаниям это голод наступает, голодание. 2000 больших калорий это развитие дистрофии, когда уже начинаются в организме человека необратимые изменения. Так вот, он планирует нашим пенсионерам, вот мне, я пенсионер, 2088 калорий. Еще немножко, чтобы, ну, мы все подохли поскорее, вот об этом идет речь. Ну, а трудовое население 2500. Так вот, если мы посчитаем, сколько же мы тратим, 3060 рубликов, вот за этот самый ублюдочный набор, раз, затем, то, что входит в ЖКХ. В 2000 году мы с вами за ЖКХ платили примерно 2, максимум 5 процентов от реальной стоимости услуг, которые они нам давали. Кстати, вам, журналистам, будет полезно знать, что промежуток с 1926 года по 1991 год один квадратный метр был неизменной стоимостью вот 12,5 копеек. 12,5... Он не изменялся. Ни в ходе войны с фашизмом 12,5 копеек. Ну, вот умножьте, у вас там площадь 30 квадратных метров, вот вы умножьте на 12,5 копеек, там 3 рубля 70 копеек, это нам все стоило. Средняя зарплата в 80-х годах была в конце 80-х годов там 200 рублей. Она ничего не стоила, то есть квартплата нам обходилась 3,5, максимум 6 процентов. Значит, сегодня, посмотрите, они подняли с этих 2,5 процентов, они загнали, ну, практически на 100, мы платим полностью, и сегодня любой из вас придите домой, возьмите квиточек за 2000 год, сколько на одного человека на вашей площади приходилось? 115-120 рублей на одного. Сегодня меньше, чем 1000-1200 рублей на одного вы не найдете. Но выросло практически на порядок. Вот и складываем обязательный расход, мы должны платить, иначе за должность судебный пристав придет, вывозь тебя пинком под зад из квартиры. Надо платить, это обязательные платежи. Вот 3000 питания, вот с такой корзиной, плюс 1200 рублей, получается 4260. Отбросим транспорт, 50 рублей поездка каждый день в один конец на 3500-1500 рублей, не будем включать знаменатель, ну, и там еще все прочее, медицина, лекарства, отбросим, только два вот этих показателя. Вот поделим 9700, которые 92 процента населения, поделим на 4260, мы получим коэффициент 226, это сегодня. А какой же был при Путине? Я проделал то же самое, по цифрам официальной государственной статистики, было 2,16. Тогда вот эта корзина стоила 918 рублей, корзина 115 рублей стоила вот на одного человека. Средняя заработная плата по стране была 2223 рубля. Если вы поделите 2223, поделите на 115 плюс 918, это стоимость корзины, вы получите тот же самый коэффициент 2,16. Чуть-чуть. Ну и что? Где же это в 2 раза, или в 2,5 раза возрос реальный уровень жизни населения? Это все от лукового, мы забываем то, что было. На самом деле ничего не возросло, а вот если посмотреть, что такое вот этот злополучный коэффициент 2,16 или 2,26 сегодня, и где он, куда он уводит нас в историю государства российского. Я провел анализ, начиная с 1913 года, сколько стоило в каждом конкретном году, вот этот килограмм хлеба, килограмм мяса, то есть вот эта стоимость минимального набора продуктов питания, какова была средняя стоимость, средняя заработная плата по стране, средняя пенсия, ну и вот тоже самые цифры я проделал в вычислении. Так вот оказалось, что вот этот коэффициент 2,2 относится к промежутку 1950-53 год. То есть ко времени, еще когда не умер Иосиф Бессоренович Сталин. Вот куда они нас отбросили, я уже не говорю, повторяю, что там в знаменателе стоят, какие расходы, и которые при советской власти, это было рептилом, бесконечные малые величины, это был ноль. То есть реально мы стали жить значительно хуже, чем мы жили вот в тот период. Ну и для сравнения, уже завершая вот это, об уровне жизни населения, хочу сказать, привести цифру. 1985 год, чтобы у вас было, чтобы сопоставить, что было. Средняя зарплата по стране, 199 рублей. Это официальные данные, 199. Значит, продуктовая корзина, о которой я говорю, правда, не путинская, а в 2700 калорий, не, не 2500, а 2700, нижняя граница энергетики человека. Стоимость ее была 35,3 рубля, 35 рублей 30 копеек. И за квартиру мы с вами платили тогда примерно 3,75, 4,5 рублей. Вот если вы сложите, будет 42 с копейками, 42 с копейками, эти вот эти два расхода, ЖКХ и корзина, и зарплату, 199 рублей, вы поделите на эту цифру, на 42 с копейками, вы получите коэффициент 4,18. То есть почти в два раза больше, чем это сегодня. В два раза. Вот и говори о том, что, значит, что было, а что есть. Можно было бесконечное число вот таких же данных приводить, но факт тот, что Путину был дан шанс. Как менеджеру, пусть он себя называет менеджером. Когда нефть резко возросла, стоимость нефти резко возросла, 15 долларов за баррель, это по России, мировая 17,7, как я говорил, на лондонской бирже, она стремительно стала возрастать. В 2003 году уже она была почти 30 долларов за баррель, и когда ясно было, что цены начинают возрастать и в экономике появляются деньги, они что, стали вкладывать эти деньги в развитие экономики? Нет. С подачи господина Миронова, Сергея Михайловича, Сереги Сержанта, Совет Федерации в декабре 2003 года, ввел нам в нашу экономику финансовую вот эту дыру, это стабилизационный фонд, это сделал именно он. В декабре 2003 года я не поленился, прочитал стенограмму заседаний, кто вводил и что. И в нее стали скачиваться все вот эти, назовем мы, избытки халявных денег, которые стали увеличиваться стоимость нефти на мировом рынке, не благодаря нашей какой-то деятельности, не благодаря Путина, а благодаря разбойничной, агрессивной деятельности Соединенных Штатов Америки, в Азии, где они там начали там Иран там громить, ну и все прочие страны. Ну и нефть, конечно, возросла, они пальцы за палец не ударили. Но эти деньги стали сливать, вместо того, чтобы вкладывать их в сектор реальной экономики. Началась так называемая стерилизация вот этих денег. Кстати говоря, Караулов до сих пор всем хвастается, что это впервые. Вот в передаче с Юрием Петровичем Савельевым они впервые обратили внимание на этот самый стабилизационный фонд раньше, чем кто-либо другой. Это действительно правда. Я в 2004 году, как стал депутатом и стал приглашаем на всякие там вот эти встречи, я впервые эту проблему обозначил, что она исключительно вредна для нашей страны. Таким образом, они этот шанс не использовали. И вот эти отрасли, которые еще в 2000 году сохранили режим жиров вот этот, советской экономики, еще не были полностью разрушены, еще не полностью было разрушено животноводство. 27,5 миллионов буренок было в 2000 году. В 90-м году их было 58,3 миллиона. Ну 30 миллионов, значит, ушло. Ушло 30 миллионов. Ну, людей понятно, им не жалко, но буренок-то за что? За что 30 миллионов было уничтожено за это время? Ну и то, вот пришло 27,5 миллионов, а в 2009 году, когда он ушел с поста президента, их осталось 20,7 миллиона. То есть еще на 8 миллионов, да, вот коров по голове крупного скота ушло. А ведь все эти цифры, которые были в советский период, вот эти 58 миллионов коров, это не случайные цифры. Если вы возьмете те же самые Соединенные Штаты Америки в тот же год, у них 280 миллионов человек населения, а коров было на 280 миллионов, было то же самое, 98-100 миллионов. Если вы их поделите пополам, к населению приведете, к 150 миллионам человек населения России, оказывается, у нас на 150 миллионов было 58 миллионов коров, а у них на 150 миллионов было меньше 50-48. Это нужно для организации вот той энергетики питания человека, чтобы ты получал вот эти злополучные 2700 больших калорий в год, ты должен съедать, съедать за год примерно 60 килограмм мяса, где 60% говядины, там по 20% баранины, птицы или свинины. Вот оттуда, если у тебя этого нет, белка у тебя в организме нет, отсюда получается высокая смертность, падение рождаемости населения, ускоренная смерть людей и всякая деградация. Эти цифры не случайные. То есть ничего он не сделал, я могу бесконечно перечислять, цифры меня напичкать, я за каждую цифру несу полную ответственность. Настолько же, насколько ответственно, значит, вот эта официальная статистика и все. Поэтому они этот период не использовали с 2000 года по 2009 год, и тем более сейчас. А у нас окончательно исчезло ракетостроение. Даже Ельцин в 2000 году были планы, что будут ракеты, вот возимые на мобильных наших комплексах, будет 40-50 штук в год. Когда Путин пришел, их оказалось всего лишь 5-7. Я сам бегал по думе с генеральным конструктором, генеральным директором предприятия, которые делают эти ракеты, к Слицке бегал, к Грызнову бегал, для того, чтобы заставили они кудриться, чтобы он финансировал, давал деньги не на 7, вот этих мобильных вазимых комплексов, единственная защита, а они выпускают там 3, 5, 6. Денег не дает, в конце года что-то дает, снижается. То есть на порядок уменьшился и выпуск вооружения и военной техники. Мы оказались безоружными. По сути дела, наша армия превратилась в пушечное мясо для забав натовской военщины. Все определяется долей новейших образцов вооружения в вооруженных силах. В советский период у нас было 87%. Вооружение и военной техники новейшее. Новейшее это сопоставимое с лучшими образцами аналогичной техники у потенциального твоего противника. У них было в НАТО примерно 74%, то есть значительно меньше. Мы их значительно превосходили. Во многих сферах вооружения у нас было 100% новейшей техники. Сегодня у нас с вами 5% осталось всего лишь от того, что было. И мы сегодня не можем сопротивляться по большому счету, если на нас захотел бы напасть Израиль. Они нас разбили бы в пух и прах, если бы вы не применяли ядерное оружие. Да у них ядерных зарядов сегодня не меньше, чем у нас. У них по разным оценкам более 400 ядерных зарядов. Вот об этом идет речь. Он упустил этот момент, и поэтому-то мы и говорим, что он превратил страну в банкрота. А он и превратили страну в финансового банкрота. Я заканчиваю, Светлана Михайловича, вам последнее слово расскажу. Почему он говорит в финансовом банкроте? Вот эти деньги, которые были, которые халявные, пошли от нефти, доллара, они вкладывали в стабилизационный фонд, он потом под давлением общественности, они его развалили на два там фонда, других, которые сегодня есть. Стабилизационного фонда нет. Но сегодня наши золотовалютные резервы составляют 505 миллиардов долларов. 505. А наши внешние долги, внешние долги, долги это обязательства, которые государство обязано выполнить с процентами. Это наши внешние долги. Составляют 530 миллиардов долларов. Поэтому золотовалютный резерв и внешний долг, они по сути дела одинаковы. Потому что тебе дают деньги для того, если у тебя есть чем их покрыть, золотовалютные резервы. Нам это никто ни копейки не дал. Так наш долг в 2000 году, я вам докладываю, при Горбачеве наш внешний долг всего Советского Союза равнялся 20, до Горбачева, 20 миллиардов долларов. Куда входили еще, куда входили еще долги по Ленд-Лизу. Вы видите, сейчас эти корабли достают под Мурманском, достали золотом, сейчас вблизи Америки тоннами там, десятками тонн платины. Мы расплачивались, они нам на халяву ничего не поставляли, только за денежки. Ну, немецкие подводные лодки их топили, бог с ними, топили и ладно. Вот, мы им платили 20 миллиардов долларов. В 2000 году, в 2000 году, этот долг оказался равным 136 миллиардов долларов. 136. Сегодня этот долг 530. Спрашивается, с какой стати? В 7 раз увеличились поступления нам, в 7 раз нефть и газах же возросли. И почему это вдруг наши долги выросли? Тогда долг на каждого из нас, в том числе сидящего здесь, 20 миллиардов долларов на 282 миллиона человек населения. Поделите одно на другое, 70 долларов на человека, на душу вернее, на душу. Сегодня, если вы поделите 530 миллиардов на 142,2 миллиарда человек населения, вы получите долг 3700 рубликов. В 50 с лишним раз выросли наши долги, и мы сегодня с вами должны, вот у Газпрома, вот такого знаменитого, как бы Газпрома, Газпром 48 миллиардов долларов имеет долг. И там сидят наши с вами деньги. Поделите 48 миллиардов долларов Газпрома, поделите на 142 миллиона человек населения. И вы увидите, что мы только должны по 400 долларов этому самому Газпрому. Вот об этом идет речь, что они не воспользовались, они сделали нас банкротом. У нас с вами нет денег на запуск тем самым модернизационных проектов, у которых они нам прожужжали все уши. Мы сделаем модернизационный рывок, и новейшие технологии инновационные. Действительно, а где деньги, где деньги? Денег нет. Наши золотовалютные резервы соответствуют нашим долгам. Даже они меньше. Мы банкроты и здесь. Поэтому это все вранье, что они собираются что-то делать. Они ничего не собираются делать. И я завершаю вот свое выступление, могу много говорить вопросы на любой позиции, я думаю, что вам отвечу. Еще приведу пару цифр. 2000-й год, когда Путин стал главой нашего государства. Значит, такое понятие. Это внешние заимствования, внешняя покупка продовольствия, сельскохозяйственного сырья, машин, оборудования и все. 2000-й год 18 миллиардов долларов, 2000-й год, 2009-й год 176, ну почти 180, там 18, тут почти в 10 раз выросли наши вот этот экспорт машин, оборудования, продовольствия, сельскохозяйственного сырья. В том числе, мы с вами завезли в 2009-м году, а я тут я год назову, потому что есть официальная статистика, она есть, от нее никуда не денешься, 35 миллиардов долларов мы завезли продовольствием сельскохозяйственного сырья. Это в нашей стране, которая вообще первое место в мире занимает, а по посевным площадям, ну погодные условия не очень хороши, но скажем, по животноводству-то мы с вами имели столько же, сколько хваленая Америка, на душу населения, я же вам приводил эти цифры, мы имели то же самое в этих экстремальных и даже больше. Вот об этом идет речь. То есть они опустили нашу страну ниже плитуса. Мы банкроты в полной мере. И когда пойдет вот еще обсуждение, мои коллеги выступят, я расскажу вот основные тезисы программы Коммунистической партии Российской Федерации выдержки и стратегического плана, который подготовлен, был разработан в КПРФ, разработки которого я принимал. 990 год. У нас с вами в промышленности работает 941 тысяча человек. 941 1990 год. Значит, прошло данное прошлого года, 2011 года, у нас с вами в промышленности работает 352 тысячи человек. То есть 600 тысяч человек как корова языком слезнуло с нашего рынка труда, с нашей промышленности. Они растворились, ушли в мелкий там какой-то бизнес, который не относится к промышленности. Вы понимаете, да? На 600 тысяч человек вот эта атомизация произошла, о чем говорит Игорь. Конечно, исчезли, вместе с исчезновением людей, исчезли целые отрасли. Более половины отраслей, которые были и которые нам давала промышленность, нам с вами давала 92% бюджета города. 92. Сегодня, я имею в прошлый год, она дает нам с вами около 11% всего, даже непропорционально тому, что было, около 11%, и то в этих 11%, 5-6% это производство табака, пива, вот этой всякой трехомудии, которая сокращает жизнь людей. Они же выросли, где выросла промышленность, так это производство пива выросло, производство табака, аж на 660%, производство сахара, больные диабетикам, там это очень, это все важно. Вот об этом идет речь. Это об изменении рынка труда. Теперь, и что изменилось в бюджете? Ну и мы с вами, конечно, в наш город, например, вот сегодня мы возим в наш город, в наш город возим мы продовольствие на 5,8 миллиарда долларов. Вы видите, что я в долларах говорю, это как бы цифра, она в пределах десятка, она хорошо понимаема, тем более, есть, чем сравнить. Что такое 5,8 миллиарда долларов? Значит, мы завозим с вами 78% необходимого продовольствия нам. Раньше это было, мы 100% завозили с окрестностей, вернее, 80% из пригородов завозили, где наши коммунистические власти создали зеленый пояс, собхозы, да, там, птицы, там, молоко, хрюшки, там, эти коровы, молоко на каждом углу стояло, это все исчезло. Мы завозим на 5,8 миллиарда. Что получилось? Они развалили всю нашу сельскохозяйственную промышленность, ее нет, вместо этого 5,8. Что такое 5,8? Поделите на 5 миллионов человек населения, мы с 4,72 за последние годы увеличили снова до 5, как в советский период. Это приезжие. 300 тысяч человек, это приезжие, которые пришли и здесь у нас заказались. Мы с вами, я посчитал, каждый из нас платит зарубежному фермеру какому-то, вот эти 5, примерно 100 долларов в месяц, каждый из нас. То есть мы сегодня вот питаем зарубежных фермеров, а не питаем сегодня наших. Да, фермеры по определенной убыточной, это все знают. Вот такое, как изменился вот этот рынок труда. Но я бы еще хотел, вот о чем говорил Игорь Якульевич и я хотел сказать, что изменилось еще при Путине? Изменилось очень многое. Вот я не помню, я вам говорил или нет, а я сегодня наверное выступал по телевидению, это о том, насколько выросли репрессивный аппарат в нашей стране. Значит, Советский Союз 1990 год. Работает в Советском Союзе 280 миллионов человек населения, 282, работает 250 тысяч человек в ФСБ и 350 тысяч человек в МВД. Это на весь Советский Союз. Распался в 1991 году, из этих 350 тысяч МВД к нам у нас в 1991 году то, что было РСФСР, стала Советская Россия, 170 тысяч человек. Что делает Гельцин, когда подходит 96-й год и когда у него рейтинг весной, да, 10% не дотягивает, реально же 6, они понимают, что произойдет смена власти, вся эта приватизация, которая пришла, обобрав 130 миллиардов человек населения, они странительно наращивают полицейские силы со 170 тысяч человек до 330, это при Ельцине. В два раза он увеличил полицейские силы. Что делает, ну, что было там избрасывание, мы знаем каким образом. Что делает Путин, когда пришел, как вы думаете, насколько он увеличил полицейские силы? Я вам отвечаю. Вот Гудков недавно озвучивал цифру, было миллион двести восемь человек в прошлом году. Значит, сейчас якобы произошло сокращение, якобы на 80 тысяч миллион двести, ну пусть миллион двести, на самом деле так все и осталось. На миллион человек он утроил, да, что было при Ельцине, он утроил полицейские силы только в МВД. Миллион двести восемьдесят. В Советском Союзе, в РСФСР, было 170 тысяч, все орут на всех перекрестках, полицейское государство, тюрьмы, там все, 170 тысяч. А сейчас миллион двести тысяч, на миллион человек больше, чем было. Против кого это? Это что, для защиты демократии? Нет. Это, конечно, когда недовольство людей выплеснется, оно неизбежно выплеснется, и, к сожалению, мы с вами еще в конце этого года будем свидетелями этого. Когда падет Сирия, когда падет Иран, когда они захватят уже более чем две трети углеводородных топлив, что они сделают? Им надо экономику свою вытаскивать, 15 триллионов внешний долг, они опустят цены, они опустят цены, и поэтому себестоимость нефти в болотах Западной Сибири, на Ямале, она будет примерно 8-10 раз ниже, чем вот в этом, в южных странах, где идет чистая нефть, а не то, что 85% воды у нас идет, они опустят цены на нефть, и мы сразу постараемся вернуть их тем 15 долларов за баррель. Как мы будем с вами выдерживать социальные гарантии, что они называют? Мы понимаем, почему они делают эту заварушку? Следующий этап, это вообще приватизация того, что в России осталось. А что у нас осталось? Леса после сфонда, они не приватизированы, они сегодня государственные, огромные просторы, реки, там эти всякие, озера, огромные еще пространства еще не приватизированы. Викторыч, можно про это? Да, ну вот я про это, да, я забыл. Обазование туда имеет смысл идти. Да. Мы же спрашиваем про то, про что напишем, а не про то, что это нам вообще не будет. Ну, это вам все равно это полезно, вы больше этого нигде не услышите. Это вам никто не скажет? Многие знают получше, чем я, да, специалисты? Ну, мало кто вам об этом скажет, ну, почти никто. Вот. А про рынок труда, вот что КПРФ все-таки предлагает? То есть мы с вами констатировали, что финансовый банкрот, промышленность откатилась в 70-е годы, сельское хозяйство откатилось туда же, по тракторам, там по всему, мы откатились в 30-е годы, когда Сталин начинал вот эту коллектив. Мы там находимся. Где как нам сохраниться? Когда они опустят цены на нефть? Денег нет. Не на что, что у нас нет. Все выжато из нефтегазовой сферы. Все. Выжато до предела. Они будут кричать, что нам нужно выполнять социальные обязательства. И пойдет вот этот следующий этап приватизации. Они начнут кричать, что мы не можем понесить пенсию, зарплату и начнут продавать вот эти леса и все. Все это будет с молотка под предлогом, что мы должны держать. Вот. Поэтому, как КПРФ и говори, мы должны сейчас сделать так, чтобы в нашем бюджете, который сегодня, а я сейчас на ваш вопрос буду отвечать, куда нужно идти, куда КПРФ хочет, бюджет, федеральный бюджет около 400 миллиардов долларов. Вот бюджет. Нефть, газ и нефтепродукты, металлы немножко, 200 миллиардов долларов. Половина бюджета это дают они. Ни оборонка, ни космос, ни авиастроения, ни трактора строения, ни сельхоз, ни сельхозпродукция, инсектор, мы 35 миллиардов завозим продовольствия, они ничего не дают. Мы их вынуждены содержать тоже людей за счет вот этой вот нефтябки. Она упадет. Представьте себе, что у нас она станет нефть, то есть только вполне вероятно, 15 долларов за барыль, как в 2000 году. Дважды в прошлом веке, в 70-е годы, и в начале 90-х, они, по сговору Саудовской Аравии, они опускали цены на нефть. Если они захватят Иран, у них сейчас Ирак, Саудовская Аравия, Катар, все будет в их руках, они опустят нефть, продажу нефти. и у нас сегодня 200 миллиардов, если она в 7 раз уменьшится, 30 миллиардов, в лучшем случае, нам будет давать нефтеказовый сектор. Где мы возьмем дефицит бюджета в 170 миллиардов долларов? Вот они тогда начнут распродавать Россию, я уверен, что уже все подготовлено. Поэтому КПРФ и предлагает, нам надо развивать отрасли, где сегодня Россия может зарабатывать. А где она может зарабатывать? Лозунг КПРФ следующий. Не догонять там, где мы отстали, а уйти в отрыв там, где мы имеем приоритет. Где мы имеем приоритет? До сих пор мы возим на орбиты спутники, да? Вот у нас, благодаря тем наработкам, которые были, я говорю, что я принимал участие, я у Королева работал и пролетировал сопло для лунников, который, к сожалению, не полетел, но это как бы другая история. Вот ракетно-космической отрасли. Значит, первое, мы должны вложить деньги в ракетно-космическую отрасль. Тем более, что она работает и наоборот. Да? Это вот они. Идут руководку. Каков рынок вот этих спутников в телекоммуникации? У нас, мы можем производить, что в косных ракет довольно много спутников, тоже у нас есть несколько организаций. Мы можем весь спрос мировой телекоммуникационной инфраструктуры взять в свои руки, то есть держать в руках вот этот рынок, запускать. Один килограмм спутника стоит 10 тысяч долларов. Один килограмм ты запускаешь. Вот запустил спутник, который весит 500 килограмм, он стоит 5 миллионов, 50 миллионов долларов. Значит, мы можем делать ракеты, можем делать спутники, да. Рынок есть, да. Будем продавать, зарабатывать, можем вести монополию за то, что у нас 4-5 раз дешевле, чем во Франции, в Бразилии, чем в Соединенных Штатах Америки. Все будут идти к нам. Раз. Значит, мы увеличим оборудок у ракеты, да? У нас зашевелится здесь производство, и мы будем получать деньги под этой вот этой. Первое. Второе. Самолетостроение. Значит, мы понимаем, что в период Советского Союза выпускалось примерно 330 самолетов разных типов в год. Сегодня выпускались 4-5-6, да? По-моему, в этом году, в прошлом году еще меньше выпускалось. Самолеты космической отрасли. Везде востребованы. До сих пор вся Африка летает на наших самолетах. Значит, нам надо вкладывать, будут деньги, вкладывать деньги, где-то их искать, где-то их нет, как я говорил, forgotumvalute у резерва нет, 505 долги, 230. Нет денег в районах, что мы где-то найдем. Значит, надо запускать эту отрасль. Один килограмм самолета стоит тысячу долларов, а один килограмм автомобиля стоит 10 долларов. Вопрос, что мы будем производить. В автомобиле вкладывать, где килограмм автомобиля 10 долларов, или вкладывать в развитие региональных самолетов, что мы можем делать очень хорошо, килограмм стоит тысячу долларов. Конечно, туда. Вот наш приоритет второй самолетостроения. Наш рынок мы будем развивать огромные дистанции и плюс продавать. Рынок региональных самолетов сегодня порядка 60 миллиардов долларов. Безбрежный. Только продавай. Вот вторая составляющая, которая будет насыщать наш внутренний рынок и давать возможность зарабатывать. Третья составляющая. Атомные электростанции. Мировой рынок атомных электростанций, углеводородные топлива очень дорогие. Он составляет сегодня емкость рынка примерно 100 миллиардов долларов. Мы можем строить атомные электростанции. Рынок 100 миллиардов долларов. Мы можем в принципе, ну там 1 мегаватт стоит миллиард долларов. Вот бушерик мы построили, да, значит стоит 1 миллиард долларов. Значит, мы можем строить атомные станции в Китае, в Индии, да, там, но везде вот в этой Азии, где есть, которые не могут денег, у них нет, чтобы вложить вот эти миллиарды строительства атомных станций. Мы должны строить рынок и заодно и будем замещать. Вот здесь у нас строить атомные электростанции. Во Франции 80% энергетики за счет атомных электростанций, у нас с вами 15%. Мы можем наращивать, высвобождая то, что делает сейчас Иран. Высвобождая свободные запасы углеводородных топлива, потому что атомные станции будут строиться, и продавая тем странам, которые у себя не могут создать атомную энергетику. Огромный рынок, о котором, например, 100 миллиардов долларов, миллиардов на 20 в год мы вполне можем строить рынок. Вот третья составляющая. Четвертая составляющая – это сельскохозяйственный сектор. Весь мир огромный там. 1,6 миллиарда Китая, Индия 1,3 миллиарда, ну и так далее. Хотят есть. Пшеница стоит 400 долларов сегодня за тонну. У нас с вами огромное пространство. Значит, нам нужно производить не 7600 тракторов, как сейчас, а как в советское время хотя бы. 272 тысячи тракторов у нас нет. У нас сегодня тракторов нет. Комбайнов у нас нет. Они все развалили вот эту сельскохозяйственную сферу. Значит, надо вложить деньги вот в эту сферу, в тракторы, образовать снова то, что было главнейшим одном из главных достижений советской науки и вообще гения вот этого Сталина, который непонятно, как он появился в истории человеческой цивилизации со своими крупными специализированными хозяйствами. Рентабельность 33 процента. Весь мир знает, что если у тебя работает 260 человек, у тебя есть заказ, есть деньги, то рентабельность, не важно, что ты, животноводство там, сою выращивать, рентабельность у тебя порядка 30 процентов. Если у тебя работает порядка 150 человек, твоя рентабельность 5-8 процентов. Если у тебя работает 60 человек, рентабельность у тебя отрицательная, минус восемь процентов и без дотации со стороны государства ты не выживешь государство дает дотации тоже это социальные вопросы чтобы не было бунта у нас советском союзе средняя рентабельность сельского хозяйства чтобы вы понимали 40 значит 22 тысячи колхозов и 21 с половиной тысяч колхозов рентабельность было 18 20 процентов некоторых 33 процента это было рентабельный сектор правда был госзаказ в америке тоже госзаказ они на корню покупают то что фермер произвел они ему дают деньги поэтому следующее это воспроизводство крупного специализированного сельского хозяйства надо вернуть вот деревню на новом уровне новые дома мы проводили расчеты сколько будет стоить восстановить деревню в которой там сто сто пятьдесят ворот небольшие деньги значит надо зарабатывать на сельскохозяйственной продукции не на 35 миллиардов долларов ввозить а в базе а вывозить на такую же сумму вот вам четвертый приоритет энергомашиностроение огромный весь мир там строят станции энергетические все петербург ну и там и другие предприятия все вот надо вот в эти отрасли будет вложить деньги тоже они можно продавать на мировом рынке но денег у них нет и ничего вкладывать они не будут поэтому а национализации я скажу для чего нам нужно национальное образование когда я занимался технопарками технополисами в россии тоже войне 1 кто принес в россии вот эти семинары бесконечные международные по свободным зонам по технопаркам я учил кудрина и грифа они входили там наши все структуры так как бы эти директор а эти азы свои они там как бы там изучали значит сегодня это делается что хочешь не хочешь а влезание в программу балонского процесса позволит все-таки отбирать отсюда лучших людей и чтобы они шли туда не на высокие должности там не в аэрбаз там или куда-либо а вот шли туда уходили отсюда и зарубежным а здесь бы оставался только уровень людей который понимает что такое холодильник зарубежный да что вот как должен быть сервис его как определить его неисправность а затем эту неисправность отправить что те пришлют новый вот только нас хотят свести до этого уровня до уровня потребителя а не до уровня творческого работника который может создавать лучшие системы образца наш инженер был всегда выше я в своей деятельности я посетил свыше 40 стран в каждой стране по нескольку университетов я всегда был я в каждом университете всегда просил одно принесите мне несколько ваших выпускных работ когда мне приносили а у меня хорошее образование физика химия математика я занимался прорывом противоракетной обороны где вот эти вся химическая кинетика реакции там это теплозащитный слой там это ракета входит электроны там бегают по которым радиолокацию то есть у меня хороший образование я смотрел в эти работы и мне сразу был увиден уровень уровень вот этого выше учебного заведения хочу сказать ни в одном даже в колтехе в знаменитом в америке я не видел ничего подобного того что у меня будет я выехать отнюдь не лучший вуз был у на стране там я могу перечислить там десяток вузов в москве там новосибирске в том где который нам ничуть не уступали но они все вот эти выпускные работы это было начало 90-х годов когда мы стали выезжать они были на уровне нашей курсовой работы четвертого курса вот у наших заведений они были значительно ниже сегодня чтобы мы понимали наша кривая да вот наши успехов наше образование она пересеклась поднимающейся кривой запада информационные системы пакеты программ она поднимается у нас снижается вот сейчас они пересеклись мы сейчас находимся вот в этой точке пересечения где у нас уровень сравнялся с уровнем европы но дальше у нас будет падение а у них будет под если мы вот эти вот отрасли наука емкие не реанимируем сейчас говорили куда идти ребята вот туда если кпрф возьмет это в свои руки мы туда пойдем мы снова сделаем нашу страну которая в прошлом веке из 50 выдающихся мировых открытий нам принадлежат 35 вот советскому 35 из пяти есть просили коротко да еще вопрос про то если можно заслужить ну мы это все отрасли разрушены у нас ни одно предприятие не конкурентоспособны любое предприятие на западе если у него есть заказ рынок в данном случае рынок россии он может в два в три в четыре раза мгновенно взяв кредитбанки увеличить выпуск продукции для насыщения рынка у нас ничего подобного нет наша продукция не конкурентоспособна но таблиотексильную промышленность разрушили в нашем городе девяностом году мы с вами производили наш город ленинград санкт-петербург 180 миллионов квадратных метров ткани 180 миллионов если вы поделите на 150 миллионов человек населения по 1,2 метра на каждого жителя нашей страны платье для женщины брюки и рубашка для мужчины сегодня мы выпускаем не одну две десятых метра а 14 квадратных сантиметров не хватает даже вот на фиговый листочек как на известной картине по оловике адам и его как известно я просил друзей художников они установили что он был 94 квадратных сантиметра вот этот фиговый листочек одна седьмая его вот у нас нет конкурентоспособных это все уничтожены все отрасли не телевизоров мы производим не радиоприем я могу бесконечно перечислять вместе эти 600 тысяч людей ушло вместе с ними ушли целые мы не конкурентоспособные и нас просто отдали для того чтобы открыть рынок еще дополнительно наш он не очень большой но все таки несомненно у нас нет ни одной отрасли я повторяю ни одной даже газовая нефтяная себестоимость там в 10 раз выше чем скажем в иране или в ираке мы не конкурентоспособны